Событие, которое нельзя не отметить. Ровно 30 лет назад на европейский рынок вышла новая марка Lexus, которая тогда могла предложить лишь единственную модель – седан LS400. Кроме того, в этом году японский премиум бренд празднует еще один большой юбилей – миллион проданных европейцам машин. Интересно, что из всего миллиона больше четверти машин купили россияне, которым Lexus'ы начали официально предлагать 18 лет назад. В России наибольший тираж зафиксирован за кроссовером RX, который никак не догонит ни флагманский LX, ни компактный NX. Еще одно интересное наблюдение – если первой европейской моделью Lexus'а был седан, то сейчас кассу делают сплошь кроссоверы и внедорожники. На высокие, во всех смыслах, модели нынче приходится больше 80% от всех продаж марки. И это, видимо, только начало. SUV сейчас на пике спроса и в России, и в Европе. Формат больших переднеприводных седанов в Европе почти официально признан умирающим. Между тем, два года назад Toyota вдруг решила предложить старому свету свою Camry. Хитом модель ожидаемо не стала, однако свою нишу занять смогла. В этом году японцы пристроят плюс-минус 10 тысяч таких машин. При этом Toyota греет рост спроса, поэтому евро-версию Camry решено подновить. Так на переднем бампере появились хромированные вставки, а гипертрофированная решетка стала другой формы. Плюсом идут перерисованные задние фонари, расширенная палитра цветов да новый дизайн колес. В салоне интерьерщикам пришлось вынужденно перекомпоновать центральную консоль, так как новый 9-дюймовый тачскрин не помещался под дефлекторами вентиляции. Сама медиа-система стала современнее и шустрее. Бонусом идут новые варианты кожаной обивки сидений, а главное – сильно поумевший комплекс издовых ассистентов. Учитывая, что американская Toyota Camry недавно обновилась по такому же принципу, это означает лишь одно – скоро этот набор переделок перепадет российской сестре. Но учитывая необходимость локализации того же переднего бампера, скорее всего, рестайлинг состоится примерно следующим летом.